всем привет вот к вопросу о ремонте установку установки аккумуляторов на планшеты типа вот таких вот номер c10 1034 c10 1044 вот один из них разобранный лежит на ваших глазах сейчас что тут происходит как видите ввиду того что китайцы так все хорошо подключили хоть номер этой английский бренд но вот один из аккумуляторов видите нормальный тонкий а другой чуть-чуть при вспух сейчас я вам покажу видите они по толщине разные сейчас вот так покажу вот правый нормальный левый при вспух видите но дальше еще круче начинается смотрите вот таких вот смартфонов как вот этот планшетов такие вот как этот номер вот у него стоит два аккумулятора как видите вот два и вот со второго же это с более родного аккумуляторы на 3 600 каждый вот 3 600 3 600 2 банки стоит по 3 600 есть c10 34 номер которые встречаются с контроллером заряда вот таким видите что мы здесь видим здесь у нас 8205 1 микросхема 8205 2 микросхема эта микросхема защиты от короткого замыкания от перенагрузки и так далее теперь и вторая микросхема это микросхема dw01 вот она расположена dw01 и для микросхема 8205 значит вот эти микросхема представляют себя полевые два мосфета полевые транзисторы два здесь два здесь а эта микросхема управления платы зарядки судя из того что мы имеем у нас должна быть какая схема у нас вот эта схема вот я сейчас покажу на другой плате смотрите вот у нас 2 плата есть с такими же микросхемами но более крупными так положим чтобы удобно было так мы ее развернем вот смотрите фокусируем что у нас по фокусировке так смотрите здесь та же история здесь у нас две микросхемы соответственно вот это у нас микросхема 8205 и вот эта микросхема 8205 и вот она микросхема dw01 которая управляет это полевые транзисторы подключены сток и сток плюс на на минус а затвор управляются с вот этой микросхемы но в чем прикол вы сейчас будете удивлены вы видите два аккумулятора стоит вот один аккумулятор на 3200 вот второй аккумулятор на 3200 и китайцы гордо пишешь вот номер c101034 ультра 4 lte 6400 да мы верим 3 7 вольта но проблема в чем проблема в том что эти аккумуляторы запараллелены смотрите сейчас смотрим на плату значит у нас минус одного аккумулятора идет на плату на минус и плюс хотя они оба черным проводом и плюс этого аккумулятора идет на плюс сюда и в первый аккумулятор подключен соответственно минус на минус плюс на плюс не понимаю зачем китайцы городе ли здесь такую схему когда судя по схеме управления этими двумя аккумуляторами происходит за параллельно то есть по идее должно быть как по идее один аккумулятор должен управляться вот с этой микросхемы 8205 сейчас покажу вот смотрите а другой аккумулятор должен управляться микросхемой 2 8205 но тогда в этом случае они должны быть разведены аккумуляторы тогда допустим плюс одного аккумулятора или минус должен был подключен к одной микросхемы 8205 который другой тогда бы имела смысл микросхема dv управляла бы этим процессом но как видите на этой плате оба аккумулятора соединены параллельно теперь смотрим дальше та же интересная схема но она видите плюс одного аккумулятора минус 2 потом идет второй аккумулятор плюс минус но что интересно я думал что это плавит а схема действительно разделяет эти аккумуляторы по вот эти микросхема 8205 но нифига подобного эти аккумуляторы также прозваниваются минус плюс плюс минус минус то есть они просто соединены вместе микросхема вообще dv 08 w01 она предназначена сейчас я вам ее покажу если вы мне не верите она предназначена для раздельного вот смотрите вот сейчас схему покажу вот у нас схема как видите по схеме вот это микросхема другая стп 40 056 и видите вот она эта микросхема dv 01 она действительно вот b1 b плюс это аккумулятор она управляет зарядом аккумулятора и видите вот она микросхема 8205 у нее затвор на микросхему идет на dv 01 а сток и сток вот соединены между собой и выведены на землю два полевых транзистора и соответственно b плюс b минус микросхема управляет этим процессом она через выводы 1 3 подает сигнал на затвор полевого транзистора и соответственно он выводами 6 7 2 2 3 управляется подача вот этого минуса b минус но тут все понятно но в китайской схеме сейчас я вам покажу в китайской схеме у нас что происходит у нас ну или вот пример подключения микросхемы dv 01 вот я более так сказать крупно смотрите что у нас происходит у нас видим бат плюс бат минус внизу два этих полевых транзистора которые управляются выводами о d o s видите m1 m2 то есть подается сигнал с микросхемы dv и соответственно транзисторы m1 m2 полевые то открываются то закрываются потом резистор нагрузки вот стоит 2 килоом а и батарея плюс батарея минус а вот он аккумулятор наш через конденсатор через ограничительный резистор 100 в cc gnd земля видите то есть получается да эта микросхема может управлять но как она будет управлять по той схеме которую я вам показал если там два кон два аккумулятора вот они соединены параллельно как она может разделять ток при одинаковом соединении аккумулятором то есть получается что китайцы нас обманывают они взяли схему по которой должно быть раздельная то есть ситуация какая у нас должно быть в идеале так вот сюда вот поступает напряжение заряда микросхема dv оценивает состояние через вот эту микросхему одного аккумулятора через вот эту микросхему другого аккумулятора и соответственно или открывает его или закрывает у вас получается один аккумулятор допустим был разряжен допустим 2000 миллиампер второе тысячу и вот эта плата должна следить чтобы эти оба аккумулятора зарядились одинаково чтобы не отключилась зарядка при заряде одного аккумулятора или не разряди другого в результате они взяли за параллель эти два аккумулятора и эта схема получается работает как на один аккумулятор вот вам кстати результат почему я и возмущаюсь вот вам результат. Видите, один аккумулятор нормальный, а второй аккумулятор вспух. То есть, потому что у нас нет раздельного заряда, как на iMax B6 одного аккумулятора и другого. Они оба заряжаются одинаково. Но у одного из них, допустим, увеличилось входное сопротивление, он стал работать, стал вспухать. Второй работает нормально, но из-за того, что вот этот аккумулятор вспух, и у него емкость уменьшилась, теперь и этот перестал нормально заряжаться. И вот вам доказательства этого китайского долбайбизма вместе с англичанами фирмы Nomi, они вот здесь видите, вот здесь вот справа микросхема ДВ, вот справа микросхема ДВ, и слева две микросхемы 8205. Ну, получается, эти две 8205 запараллелины между собой. Я подумал, что они просто хотят потоку дать больше, поэтому запараллелины, но слава богу, эта микросхема 8205, вот сейчас посмотрим ее характеристики. Мосфет, правильно, 8205, 8205, в корпусе TS SOP8. Но, прикол в том, что эта микросхема выдерживает большие токи, она, в принципе, это под двойной транзистор мосфет N-канальный. Сейчас я вам его покажу. Вот, смотрите. Видите? Двойной мосфет 8205. Вот у него выводы G1, G2, затвор, и он сток и сток. То есть, в одной микросхеме у нас два транзистора. И я бы понял, если бы они управляли вот этим как бы аккумулятором раздельно. Получается, одна микросхема должна управлять одним, другая другим. Ну, что у нас получается? Смотрите, это транзисторная сборка 20-ти вольтовая, до 6 ампер ток выдерживает. То есть, как бы транзисторная сборка, да, 20 вольтовая ампер. Сдвоенный N-ченел мосфет. Так, и что у нас получается? Они взяли, запараллелили это все. Вот, смотрите, показываю вам еще раз DV01 с других данных. Смотрите, заряд литий-ионного аккумулятора. У нас что получается? Вот, два мосфета управляются DV01. Вот стоит аккумулятор. И подается на него питание. Но получается, если они два аккумулятора соединяют параллельно, то вообще смысл теряется этой схемы. Здесь, как бы, эта микросхема, она, получается, дает ток и управляется вот этими два мосфета. Они между собой запараллелены. И даже если она даст управляющий сигнал, DV даст на затвор вот этого N-канального мосфета, то он же запараллелен с другим мосфетом. Непонятно, как эти два мосфета могут раздельно заряжать эти два аккумулятора, если они запараллелены. Смотрите, минус этого аккумулятора идет вот сюда. Сейчас показываю, переверну. то есть китайцы получается нас обманули вместо раздельного заряда двух аккумуляторов, вот смотрите, они объединили минус одного аккумулятора с минусом другого и плюс одного другого аккумулятора с плюсом другого. И тогда смысла вообще в этой схеме с двумя N-канальными мосфетами не имеет. То есть здесь они работают на один общий аккумулятор. Где ж тут тогда раздельное заряжание. В этой схеме то же самое. Вот два аккумулятора. Это я уже ремонтировал. Поэтому было принято решение делать просто брать вот такой повербанк, чтобы эти аккумуляторы вздуваются, брать такой повербанк, ставить на него кнопку и заряжать их или от платы повербанка или от платы планшета. Ну планшета чем интересно, они заявляют о быстрой зарядке в режиме выключенном он должен заряжать ускоренную зарядку буквально за 40 минут заряжать эти аккумуляторы током больше 2 ампер 2,20 2,2,20 но получается они нас обманывают, они просто параллели тупо эти два аккумулятора и эта плата вообще не имеет в этом плане значения. ну да в плане защиты она будет защищать его тем более насколько тут указано у нас получается плата ну чип получается 8,205 понятно сдвоенный масло свет применяется в контроллерах заряда литий-ионных аккумуляторов это понятно 6 ампер 20 вольт транзисторная сборка зачем тогда две пары транзисторов для увеличения тока так тут и так она одна сборка пропускает 6 ампер ток при 20 вольтах ну может они их просто не поставили на радиаторы поэтому они их разделили ток на две части но даже если они разделили ток тогда какой смысл что два аккумулятора вместе соединены непонятно то есть вот эта схема что я вам показывал ДВ она да для одного аккумулятора согласен вот сейчас я еще раз ее покажу вот допустим другая схема 8202 8 пин дата шит ну вот смотрите вот у нас ДВ-01 ну и соответственно она управляет и защищает вот слева один аккумулятор подсоединен ну тогда второй должен быть раздельно управляться отдельно один вывод должен на одну идти другой на другую и как если они даже и как-то управляются тут то все равно ток и напряжение идет на один общий аккумулятор а как это микросхема различает что два аккумулятора подключены для нее это один аккумулятор просто параллельно подключены в общем вот такая вот китайская хрень поэтому было принято решение на все это забить и взять вот такой повербанк вставить в него шесть аккумуляторов поставить кнопку вот такую переключающую заряд то на плату самого повербанка то на плату телефона и соответственно здесь тоже два ампера ускоренная зарядка и подсоединить можно эти аккумуляторы в принципе вот эти вот четыре вообще выбросить отсюда они тут не нужны или как запасной оставить чтобы зарядить сразу и повербанк и зарядить вот этот один аккумулятор сейчас выясним второй наверняка убитый в общем вот такая вот фигня получается у них тут 3200 3200 и здесь 3600 3600 но эта плата схема которую они вставили она не поддерживает раздельный заряд двух аккумуляторов здесь заряд аккумулятора происходит одинаково оба аккумулятора и получается если это сейчас подпухший он допустим на 2000 зарядился и больше не может то вот этот может на 3200 зарядиться но когда этот зарядится на 2000 то он не даст и этому зарядиться на 2000 потому что он же покажет напряжение 4,2 вольта и контроллер отключит зарядку у кого есть какие идеи подскажите потому что это просто когнитивный диссонанс какой-то понимаете вот с такими китайскими платами причем это не просто китайский смартфон фирмы Nomi это New Outlander Idea Mobile это английская фирма английский бренд китайцы исполняют как бы ну видно что исполняют конкретно не понимаю у меня только одно объяснение они 2 82 05 поставили чтобы потоку сделать послабление чтобы оно проходило как бы тянуло больше потоку ну зачем здесь такой ток здесь 3,7 вольта 2 ампера 12 ватт в принципе не знаю в общем у кого какие есть идеи напишите пожалуйста в комментариях получается я что сейчас сделаю я на одном вот на вот этом планшете я вам покажу я его уже переделал я просто выбросил нахрен на эти два аккумулятора их использую для фонарей и всего остального а сюда просто подсоединил вот такой вот повербанк на 6 аккумуляторов поставил по 3000 и аккумулятор и 18000 и поставил кнопку переключатель которой я первый вариант она в первом варианте заряжается вот от этой родной платы вот 2 до 2 ампер ускоренная зарядка и от Type-C может работать и от микро-USB а второй вариант когда мы переключаем эту кнопку она подключает вот эту сборку 6 аккумуляторов к той схеме и она может от нее заряжаться то есть как бы два варианта заряда посмотреть какой лучше но получается здесь то понятно что все 6 аккумуляторов стоят вместе но я же их могу вынимать и ставить сюда вместо рабочих и рабочих рабочие и у меня XMXB6 которым я могу отбалансировать эти аккумуляторы и поставить сюда а как вот здесь сбалансировать когда сейчас тут все запаяно этот вспухший этот не вспухший ну в общем если вам будут короче опишите я как бы в тупике потому что такие вот схемы меня конечно в когнитивного диссонанса вводят в ступор всем спасибо спасибо